Что делать в ситуациях, когда сталкиваешься с агрессией? Поступает много вопросов о том, как себя вести в конфликтных ситуациях, когда проявляет доминирование по отношению к тебе. В выпуске про сигналы доминирования я рассматривал, как демонстрировать уверенное доминантное поведение. У многих сложилось впечатление, что, зная эти техники, можно противостоять любому агрессору через психологическое давление. Конечно же, при желании можно научиться демонстрировать уверенное поведение, внешнее. Иногда это даже помогает повысить нашу внутреннюю уверенность, но что если оппонент решит применить физическую силу? Поможет ли твоя уверенность и психологические трюки, или все-таки лучше постараться избежать драки? Можно ли еще до начала драки предсказать ее исход? Разобраться в этом вопросе поможет анализ ситуаций и сферы, где ментальное противостояние утрировано и очевидно, а не скрыто и неоднозначно. Поединки UFC. Почему именно их? Ведь в обычной жизни тоже много интересных ситуаций для анализа. Дело в том, что в случае с боями мы не только можем анализировать уверенность соперников до боя, но и знаем исход боя. Кто же в итоге оказался сильнее? Это поможет нам понять, если связь между уверенностью в ментальной битве и победой в реальном бою. Что позволяет нам выглядеть мужественно и серьезно, помимо поступков? Можно качать тело, принимать уверенные позы, но когда ты слишком милый, это все равно не работает. Когда-то я таким был. Но года четыре назад, вдохновившись героями сериала «Викинги», я твердо решил начать отращивать бороду. Этот путь был непростым и получилось не сразу. Я пробовал какие-то народные средства, даже не понимал, помогают они или нет, но не сдавался. Бесился, что борода росла отрывками. Спустя длительное время я все-таки пришел к цели и был дико счастлив. Это моя самая длинная борода. Но моя любимая длина примерно вот такая. С тех пор я так привык, что это уже часть меня. С бородой меня действительно стали воспринимать по-другому. Взрослее, серьезнее, мужественнее. И я еще как-нибудь расскажу пару сбавленных историй, как растил бороду. Если вы тоже хотите отрастить и не готовы тратить годы и надеяться на генетику, тогда вам в помощь средства от Birdman. Эти ребята не шутят. Они обещают рост бороды всего за два месяца, а если она так и не вырастет, то вернут вам деньги. Так что, если хотите роскошную бороду, бегом на сайт по ссылке в описании. А промокод Ментал даст вам дополнительную скидку в 20%. Клянусь бородой. Ну что ж, время разобраться, помогает ли уверенность и психологическое подавление соперника еще до начала боя на примере трех самых успешных бойцов UFC. А мы начнем с самого яркого представителя смешанных единоборств Конора Макгрегора, который считается мастером психологического давления перед боями. Условно назовем его поведение агрессивным. В чем же оно проявляется? Постоянный напор в сторону противника, нарушение его личного пространства, длительный взгляд в упор в глаза, оскорбление в сторону соперника и провокации, резкие движения, похожие на начало удара. Давайте разберем некоторые его бои подробнее. Конор Макгрегор и Жозе Альдо. На противостоянии этих двух бойцов мы ярко видим, как успешно Макгрегор провоцировал Альдо и выводил его на эмоции перед боем. И неважно даже, какого рода эмоции он вызывает, страх или гнев, так как в любом из этих вариантов боец теряет холодную голову и с большей вероятностью допускает ошибки. А в бою всегда одна ошибка может привести к поражению, что мы и увидим в данном случае. Здесь битва взглядов проходит на равных. Альдо не подается на уловки Макгрегора. А в этом фрагменте Макгрегору все-таки удается вывести Альдо из себя. Тем самым он победил в этом психологическом противостоянии. Что касается самого боя, он закончился на 13 секунде. Альдо допустил критическую ошибку и на эмоциях попер на Конора, предварительно не перепроверив и не ощупав противника. Глядя на такое поведение опытного бойца, можно предположить, что провокации Конора перед боем могли выбить его из равновесия. Конор выглядел уверенней перед боем и блестяще справился с противником в самом бою. Но посмотрим еще на два боя Конора с Нейтом Диезом. Макгрегор был уверен в себе как никогда. Мы отчетливо видим несерьезное отношение к Диезу с его стороны. Вот Макгрегор использует свой любимый прием трэш-ток. Но Диез, в отличие от Альдо, не принимает это эмоционально, а успешно отбивает его нападки и сам остриц в сторону Конора. Взлетела на сцену, но ты прав, потому что я Дон. Ты ляжешь в этом костюме. Итак, наступает Диникс. Взвешивание бойцов перед первым боем. Диез выходит спокойно и сосредоточенно. Движения выверены. Нет лишней жестикуляции. Дальше мы видим, как выходит Макгрегор. Его жестикуляция размашистая и уверенная. Постоянное обращение к публике жестами и эмблемами. С лица не сходит расслабленная улыбка. У Макгрегора мы тоже можем наблюдать легкое волнение, которое он скрывает через жевание жвачки. Дальше начинается битва взглядов. Диез принимает боевую стойку. Макгрегор делает широкую постановку ног и, как обычно, напирает на противника. Обратите внимание на данный момент. Нейт Диез делает быстрый рывок, как будто хочет нанести удар, который Макгрегор не ожидал, и отходит назад, показывая тем самым реакцию бегства. Это выводит Макгрегора из себя. Он, в свою очередь, тоже делает рывок, но рефери оттаскивает его. Слишком поздно. Диез данной битвой взгляда выглядит убедительнее, а Макгрегор стал жертвой своего же излюбленного приема. Когда ведущий обращается к Макгрегору, он спокойным тони говорит, что не переживает по поводу своего соперника и не видит в нем угрозы. Вполне возможно, что это не отражает его реальное отношение к Диезу, а выступает как часть медийного образа и еще одна уловка для психологического подавления оппонента. После того, как прозвучал гонг, Макгрегор сразу начинает прессинговать соперника. Первую пятиминутку Макгрегор не сбавляет темп и старается закончить бой досрочно, что для него неисвойственно. Во втором раунде инициатива переходит к Диезу, а Макгрегор после слишком активного первого раунда выдохся и начал промахиваться. Перестал успевать за соперником. Бой закончился во втором раунде удушающим от Диеза. Хоть Конор и вел себя уверенно и расслабленно вначале, это не стало решающим фактором в бою. Диез показал, как отбивать с нападки Конора и в жизни, и на ринге. Через полгода произошел реванш. Давайте пройдемся по тем же событиям, но только во втором бою. На этот раз Макгрегор был более сдержан в высказываниях, хотя это все равно не остановило трэш-ток. На взвешивание первым выходит Конор. В этот раз мы видим изменение его поведения. Он ограничивается лишь двумя жестными эмблемами. Его движения спокойные и вываленные. Нет той расслабленной улыбки, которую мы наблюдали в прошлый раз. Вторым выходит Нейт Диез. Мы не видим никаких изменений. Нейт Диез снова делает свой рывок, но на этот раз Макгрегор готов и не отклоняется назад. На этот раз стердаун прошел на равных. Оба бойца выглядели уверенно и не отступили. Ведущий идет к Конору и спрашивает насчет предстоящего боя. На этот раз Макгрегор немногословен. Он в агрессивной манере отвечает, что Диез должен был убить его тогда, чтобы Конор не убил его сейчас и уходит. На сей раз мы не наблюдаем того снисходительного поведения, которое было в первом бою. Дальше идет октагон и битва взглядов перед боем. И мы снова наблюдаем изменения поведения Макгрегора. В этот раз он ничего не говорит, просто сосредоточенно замирает. В свою очередь у Диеза снова та же модель поведения, что и в прошлый раз. Второй бой включал всего пять раундов. Макгрегор был сосредоточен и выполнял план боя, который принес ему победу решением судей. Эти бои доказали, что не стоит недооценивать противника. Важно понять, кто перед тобой. Адекватно оценить его и понять, какими методами можно на него воздействовать, а какие бесполезны. Видимо, Конор осознал, что его любимые приемы с Диазом не работают. И решил не тратить энергию на них, а максимально сконцентрироваться и показать себя в бою. А сейчас рассмотрим еще одного чемпиона с интересной линией поведения в стардаунах. Джон Джонс, еще один лидер UFC, до сих пор является непобедимым чемпионом. Лишь одно поражение, и то было дисквалификацией за запрещенный удар, сделанный ненароком. В отличие от Макгрегора, его поведение менее агрессивное. Условно назовем его пассивно-агрессивным. В чем оно проявляется? Вхождение в личное пространство соперника, взгляд и корпус направлен в сторону соперника, пассивность выражается в том, что он находится в статике, не делает резких движений, дыхание глубокое. Иногда Джонс использует интересный прием. Он направляет корпус или взгляд в сторону от противника, тем самым он хочет показать, что не воспринимает соперника как угрозу, но также это может быть своего рода снижением когнитивной нагрузки. То есть возникшему напряжением. Этот прием иногда дезориентирует соперника, так как он не понимает, куда ему смотреть. То ли на Джонса, то ли тоже куда-то в сторону. Давайте разберем некоторые стердауны. Вот некоторые из тех, в которых Джонс выглядит менее увереннее, чем его противник. Противник смотрит прямо на него и находится в статике. Дыхание ровное. В то же время Джонс не смотрит на него. Частое дыхание, напряженные мышцы лица. Здесь мы видим частое облизывание губ. В дергании шеи взгляд бегущий соперник тоже смотрит прямо в лицо и застыл. Казалось бы, соперники Джонса выглядят более уверенно, чем он. Однако в обоих боях Джонс одержал чистую победу. Теперь рассмотрим обратную реакцию, где наоборот Джонс выглядит более уверенно, чем противник. Джонс стоит спокойно. Его противник пожимает губы, его взгляд блуждает, управляет одежду, скрещивает руки впереди, что является своего рода барьером от стресса. Джонс на его фоне выглядит более уверенно. Здесь Джонс влез в личное пространство, чего его противник не ожидал. После чего соперник показывает демонстративную улыбку, скрещивает руки, потом начинает разминать плечи, как бы выплескивая внутренний стресс. Самое интересное, что оба этих бойца в итоге провели равный бой с Джонсом, но проиграли по очкам по решению судей. Как мы видим, внешняя уверенность соперников Джонса никак не помогла нам определить, кто же даст ему достойный отпор. И последний чемпион, которого мы рассмотрим, Хабиб Нурмагомедов. Его модель поведения поможет нам понять очень важный принцип. В отличие от предыдущих бойцов, он является одним из самых спокойных бойцов данного промоушена. В его базовой линии поведения во время битв взглядов он не входит в личное пространство соперника. Он всегда находится в статике, не делает никаких движений, не взгляд в сторону соперника. Руки опущены вниз или подняты в стойке. В большинстве случаев перед или после битв взглядов предлагают рукопожатие. Данная линия поведения у Хабиба практически никогда не меняется. Даже если до боя он как-то реагировал на провокации Конора или Фергюсона или других, то непосредственно перед боем он холоден и сосредоточен. На стардауне он спокоен, не делает лишних движений и всегда смотрит в глаза сопернику. Даже если бы он проигрывал бои, он бы все равно выглядел уверенно и непоколебимо. Что же мы имеем в итоге? Разобрав несколько десятков поединков успешных бойцов, могу сказать, что по поведению бойцов до боя практически невозможно предсказать его исход. Те, кто пытается выглядеть уверенно и устрашающе, порой проигрывают, так как их психологические тактики могут не сработать на сопернике. А бойцы с внутренней уверенностью, силой духа могут и не показывать свою уверенность внешне, но быть холодным и сосредоточенными. И это поможет победить. То есть в итоге все же решает физическое столкновение. А что в реальной жизни? В случае, когда до физического столкновения дело не доходит, важное значение имеет ментальная битва. Тот, кто не смог противостоять доминированию, проявил слабость, может потом долго носить эту неуверенность внутри себя, не понимая, как от нее избавиться. Порой для проявления уверенности даже не нужен физический и территориальный напор. Достаточно банального поддержания контакта глаз. Как мы увидели на примере Хабиба. Но если дело все-таки закончится дракой, то тут верх возьмет физическое преимущество. Какую бы уверенность вы не излучали, если вы слабее физически, то скорее всего проиграете. Интересно то, что физическое столкновение способно разрезить обстановку, если конфликт был психологическим. Позволить оппонентам выпустить пар и даже сгладить конфликт. Участник этого боя по прозвищу Добряк с самого начала был зол на соперника за то, что тот снял видео с обидным для него содержанием. Мы видим, как он даже отказывается от жестов взаимного уважения, пожатия рук перед боем, демонстративно и гонорируя оппонента. Однако в ходе боя мы видим, как его отношение меняется. На середине боя он уже дает кулачок сопернику, все еще выражая недовольство, но уже хотя бы не игнорируя. А ближе к концу он и вовсе дает пять сопернику ладонью. На наших глазах по ходу боя его гнев выходит наружу. В конце он уже обессилен, его эмоции из гнева переходят в печаль и сожаление о проигрыше. Гнев очень энергозатратная эмоция, она не будет длиться долго, если есть возможность ее выплеснуть в виде физической активности или хотя бы крика и ругания. Позже Добряк снова вспоминает о своих претензиях, но уже с трудом находит себе силы про них заявлять. Так как же все-таки вести себя с агрессором, от которого можно ожидать физической атаки? Решать только вам, исходя из ситуации и целей. Я не даю готовых решений и инструкций, ответ должен прийти внутри сам по себе. Главное помните, что внешняя демонстрация уверенности это еще далеко не все. Гораздо важнее то, что ты вкладываешь в свое состояние и из чего оно состоит. А вам остается теперь только лишь наблюдать за людьми, ведь теперь вы уже знаете достаточно, чтобы не оставаться в дураках. Скоро увидимся.